Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Соболев, я системный инженер компании Citrix. И сегодня я бы хотел поговорить про относительно новый функционал, который появился в наших решениях для создания программно-определяемых сетей. Функционал и методы, как мы можем обеспечить дополнительную безопасность для сети филиала. Сегодня мы обсудим не только новогодние облачные решения, хотя тоже, естественно, мы их обязательно обсудим, но также и некоторые он-премис-варианты, которые, так или иначе, будут актуальны для наших условий. Я сегодня не хочу уделять много времени тому, что такое SD-WAN, как он работает. Про это уже было не рассказано, и я думаю, у большинства заинтересованных в этой теме уже есть представление, как это выглядит. Скажу просто, основная цель SD-WAN и основные критерии, которым он должен соответствовать с нашей точки зрения Citrix, это консолидация устройств, упрощение филиальной сети за счет централизации управления, снижение количества оборудования, упрощение развертывания этого оборудования, повышение доступности филиала, возможность работы с несколькими каналами связи и возможность оперировать имеющимися именно физическими линками для передачи трафика приложений, плюс интеграция в любую среду. И сейчас мы с вами обсудим, что значит любая среда и вообще, почему это сейчас важно. Если оглянуться немножко назад, то классическая сеть филиальная будет выглядеть довольно просто. Это некие филиалы, соединенные одним-двумя операторами связи. Очень часто один из них, так точно, это будет IPVPN, какой-нибудь канал связи, PLS, который стоит довольно приличный денег, но с высоким качеством. Все приложения, все сервисы, на которых завязан наш бизнес, находятся где-то в центре обработки данных. Пользователи из филиалов пытаются получить туда доступ. Цель ясна, как обеспечить мультизацию тоже более-менее ясно, все понятно. Но, как мы видим, за последние буквально полтора года вообще подход к обеспечению работы наших сотрудников сильно меняется. Во-первых, не принимая во внимание ситуации, связанные с пандемией, в любом случае мы видим рост различных сервисных услуг, в чем идет речь. Различные облачные услуги, сервисные приложения, которые доступны теперь не только из нашего центра обработки данных, но и из какого-то содопартнера, либо же вообще из облака этого поставщика. И, соответственно, у нас, как у IT-администраторов, руководителей, есть необходимость предоставить гарантированный, безопасный доступ к этим приложениям, которые в данном случае уже не централизованы, а размазаны, начиная от нашего внутреннего периметра и продолжая какими-то облачными сервисами зарубежными. Безопасный доступ ко всем этим приложениям. Плюс ко всему этому то, откуда теперь могут работать сотрудники, также не так однозначно. То есть, если мы раньше говорили про только филиалы, для ряда типов заказчиков это и так же будет до сих пор актуально. Но, если мы говорим про какие-то вещи, не связанные с ритейлом, к примеру, то понятно, что большое количество сотрудников будет сидеть на удаленке. Причем есть различные сценарии, то, как они используют каналы связи, свои домашние, да, и насколько важно теперь иметь стабильный интернет-доступ в интернет, соответственно, фактически к рабочим инструментам, которые так или иначе будут доступны. Это могут быть какие-то облуждающие сотрудники, которые не привязаны к какому-то рабочему месту, ну или там по-прежнему какие-то филиалы, через сеть которых пользователи получают доступ. Основываясь на всем этом, Citrix, да и, в общем-то, различные аналитические агентства определяют основной вектор развития SD-WAN на настоящее время, ну и на ближайшее будущее, там где-то до 2024 года. Основное развитие – это консолидация сетевых функций, которые уже большинство производителей реализованы неплохо, управлением каналами связи, мониторинг этих каналов связи, управления устройством и так далее. Но к этому всему должно добавиться функционал по безопасности, и причем в намного более богатом виде, если так можно сказать, нежели чем мы это видели на каких-то классических устройствах и классических сетях. То есть сейчас мы говорим про филиал как некую полноценную единицу, которая всегда доступна, всегда онлайн, без каких-либо малейших перерывов связи, и при этом она сама же может обеспечить безопасность тех данных, которые передаются не только в рамках этого филиала, но и из этого филиала наружу. Мы уходим от централизации, когда весь трафик для какой-то дополнительной проверки должен был проходить через центральный узел, который находится там в своде или в штаб-квартире. А, соответственно, все эти решения по безопасности должны приниматься локально, но при этом, конечно же, они должны соответствовать корпоративным правилам, которые приняты в компании. И те решения, тот список решений также в конкретном филиале должен не отличаться от того, что мы могли бы сделать в центре. Для осуществления этого подхода сейчас пойдут различные варианты. Есть несколько инструментов, с которых мы можем так или иначе защитить наш филиал. Обязательно хочу упомянуть про встроенный Stateful Firewall. Опять же, тот, кто уже сталкивался с Citrix, с Devan Standard, должны были видеть возможность настройки Stateful Firewall. Это не Next Generation Firewall, это обычный классический фейервол, но с возможностью понимания, что за приложение сейчас проходит через устройство. И, соответственно, применять на основе этих знаний, этих данных, те или иные политики о блокировке, логировании и так далее. Firewall сертифицированным, то есть фактически он полноценный Firewall. И, безусловно, здесь применимы все эти функции S2, на которые есть в редакции стандартов, включая централизованное управление. Все эти политики будут применяться в качестве каких-то шаблонов. Вся сеть будет иметь какие-то стандартные зоны при необходимости, безопасности. И, соответственно, вся эта конфигурация будет разливаться по всем нашим устройствам. Это то, что есть в редакции стандартов. Тут как настраивается Stateful Firewall встроенный, стандартный DPI-анализ, описывающий, на самом деле, уже около 5000 приложений. И на основании этого анализа применение различных политик безопасности. Не так давно, в прошлом году, где-то в середине, была объявлена новая редакция для устройств Citrix SD-WAN, называемая Advanced Edition. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот слайд. Это те, кто так или иначе связан с сетевыми продуктами Citrix и Citrix EDC, увидят некую аналогию названия редакции. Стандарт Edition, тот SD-WAN, про который мы с вами говорили всегда, Advanced Edition. Это SD-WAN, тот же самый стандарт плюс функционал по безопасности и Premium Edition. Это Standard Edition с WAN-оптимизацией. Тут важно понять один принцип, что в отличие от Citrix EDC, здесь каждая последующая редакция не прибавляет функционал. Что имеется в виду? Advanced Edition и Premium Edition, они будут отличаться по своей сути и по функционалу. Advanced Edition – это стандарт плюс безопасность, Premium Edition – это стандарт плюс WAN-оптимизация. Безопасности в Premium Edition такой расширенной, как есть в Advanced, не будет. То есть это абсолютно разные редакции и подбираются устройства тоже немножко по-разному. Исходя из полосы пропускания, они будут отличаться. Advanced Edition позволяет нам обеспечивать такой функционал по безопасности, как Net Generation Firewall, IPS, SFL-инспекцию, фильтрацию веб-запросов непосредственно локально на филиальном устройстве. Но, мы здесь видим на картинке SD-WAN оркестратор, оркестратор в данном случае будет являться точкой управления. То есть трафик в данном случае в облако для проверки не выходит. Трафик проверяется локально на устройстве, но конфигурация, то есть Management Play, пока что происходит в облаке. Немного позднее данный функционал по настройке также спустится в OnPremise оркестратор, про который мы также сегодня поговорим, и который, кстати, уже доступен. Пока все равно OnPremise оркестратор для этих целей будет использовать облако как некий брокер для настройки. Но здесь важно понимать, что все решения, весь Data Plane и Control Plane, и вот этот Security Plane, он делается и применяется непосредственно на земле, непосредственно на том устройстве, которое у нас стоит в филиале. Это важно понимать. С точки зрения функционала, как мы уже говорили, IDS-IPS – это устройство для аналитики происходящего в сети и принятия, в случае IPS, принятия решений по блокировке каких-то, возможно, рабочих станций или пользователей. Это вейтфильтрация. То есть, соответственно, устройство представляет из себя некий шлюз с возможностью категоризации тех ресурсов, на которые нашим пользователям можно ходить, в зависимости опять от IP-адресации и так далее. То есть, ну, такой функционал в корот-прокиси, который будет и уже включен в SD-WAN. Плюс защита от вредоносов. Здесь мы говорим про некую антивирусную защиту, предоставленную там сигнатурой Bitdefender, вот, и, соответственно, с постоянными обновлениями этих сигнатур из того же облака, потому что, несмотря на то, что все это решение и все это происходит локально, все равно облако знает о том, что используется Advanced Edition, и, соответственно, будет при необходимости обновлять эти сигнатуры и принимать какие-то решения. Advanced Edition доступен только в двух аппаратных моделях. Для двух аппаратных моделей. Это 210-я серия и 1100-я серия. То есть, это модели для малого и среднего филиала, практически. На более старших или на 110-й, как более младшей модели, Advanced редакции нет. И, опять же, там будет немножко другая полоса пропускания за счет более сложной обработки трафика. С точки зрения конфигурации, я не знаю, если кто-то сталкивался вообще с облачным оркестратором, то дизайн этих панелей будет знаком. Но здесь появилась вкладка Security, в которой мы можем уже категоризировать трафик. В принципе, тут ничего сложного нет. Категоризировать, создавать какие-то политики, которые могут централизованно либо отдельно на какой-либо филиал применяться в нашей сети. Плюс, чем, в общем-то, и славится оркестратор, это довольно информативные и симпатичные дашборды, которые доступны, опять же, с различной детализацией. Там будет какая-то сводная информация по всей сети, либо же конкретно происходящее количество запросов, веб-запросов в том или ином филиале. Или спуститься дальше от того иного пользователя. Соответственно, на основе этого можно генерировать отчеты и в дальнейшем так же оперировать как некий отчетный материал. Веб-фильтринг, соответственно, в реал-тайме можно смотреть, сколько запросов происходит в том или ином филиале, насколько они активны. Следующий вариант, который доступен для обеспечения функционала безопасности, довольно интересен. То есть в данном случае мы можем использовать сторонние фейерволы, межскевые экраны, фактически как виртуальную машину, которую можем развернуть у себя на устройстве в филиале. То есть на сегодняшний день поддерживаются два производителя. Это Палальто, в общем-то, с него все и начиналось года два-три назад, наверное. И Чекпоинт, его поддержка появилась в прошлом году. Соответственно, в чем здесь основная идея? Виртуальная машина ставится на устройство, это либо 1100 серия, либо 2100 серия. И, соответственно, у нас в оснастке управления нашим SD-WAN появляется возможность перенаправлять тот или иной трафик, то есть создавать некие сервисные цепочки на уже вот эту виртуалку Чекпоинт, которая на нем стоит. Сам Чекпоинт или сам Палальто, политики его будут настраиваться отдельно системой управления вот этих вот фейерволов. В Citrix-оркестраторе, либо на MCN, все, что связано глубоко с настройкой Чекпоинта, мы не увидим. Мы увидим только возможность перенаправить на него трафик. Сделать сервисную цепочку, определить, например, какое-нибудь приложение за счет своего DPI-анализа и трафик только этого приложения, например, направить на допроверку через вот этот вот сторонний фейервол. Лицензируется принцип Bring Your Own License, эта лицензия приобретается в Чекпоинт или у Палальто и применяется на ту виртуальную машину, которую вы разменяете у нас на SD-WAN. То есть с нашей точки зрения, вы нам ничего не платите дополнительно, покупаете это решение у Палальто. Мы только обеспечиваем совместную работу этих двух решений. Следующий вариант, который возможен для обеспечения безопасности, это отдавать трафик в облако специальным поставщикам, которые предоставляют услуги безопасности, CSS как сервис. Здесь понятно, да, то есть если в предыдущем случае процессинг весь происходит локально и все это очищается, трафик локально на устройстве на земле, то здесь фактически строится туннель с тем или иным облаком. Мы здесь видим, что автоматически есть настройки для Zscaler, призмы или же там в ручном режиме строить EPC-туннель до решения iBoss или CloudGuard. Через этот туннель, опять же на основании того же там, например, DPI-инспекции или еще чего-то, трафик будет принаправляться в этот туннель, в облако этого поставщика, где он будет очищаться, проверяться, если необходимо применяться какие-то функционалы Forward Proxy, если там про Zscaler говорим, и далее уже отдаваться в интернет непосредственно к тем SaaS-приложениям, которые есть. В большинстве случаев есть возможность обеспечить гарантированный доступ, ну при наличии, понятно, больше одного канала интернет, к этим облакам. Здесь также будет функционировать все эти прелести SD-WAN, мы можем балансировать нагрузку на несколько линков до этого облака, определенным образом переспределять, ну и, естественно, гарантировать там нулевое время простое, отсутствие прерывания трафика. Если что свести на один слайд, то какие опции у нас по обеспечению безопасности есть на сегодняшний день? Стандартный межсетевой экран, который доступен в редакции стандарт, он никуда не уйдет, он есть, будет еще долгое время, только развиваться. Дальше редакция Citrix SD-WAN Advanced, которая нам позволяет локально обеспечить функционал IPS, ADS, веб-фильтрации антивируса непосредственно на самом устройстве. Либо же сторонние фаерволы, которые мы можем вставить как гостевые машины на своих устройствах. Эти все три варианта полностью могут быть on-premise, кроме второго, кроме Advanced Edition, который пока требует настройки из облака. В остальном это может быть полностью on-premise решений, ну или частично on-premise, когда у нас только функция управления выходит наверх. И если мы говорим про облачные сервисы, то это использование обширного числа партнерских сервисов по безопасности, либо же использование уже своего нового сервиса Citrix Security Internet Access. Это новый продукт, который появился у нас в начале этого года, представляет в себе тоже технологии по обеспечению безопасности. Это на самом деле тот же Mailway, это тот же Antispam, SSL-инспекция, IPS, ADS, Next Generation Firewall. Но в облаках, в различных точках присутствия по всему миру, в которые будут тоже с возможностью резервирования перенаправляться трафик с наших SD-WAN. Понятно, что там чем дальше, тем более автоматизированно это все может выглядеть. Соответственно, что выбрать, какой подход, какой функционал, это все возможно обсуждать и думать, выбирать. С точки зрения портфолио, скажем так, линеек от CERIX SD-WAN, 110 серии мы уже анонсировали, и в общем-то она уже набирает популярность, потому что действительно интересный формат, она небольшая, недорогая, но при этом это полноценный SD-WAN. В этом году добавлена поддержка полноценного Wi-Fi, то, что было заявлено как Wi-Fi Ready, сейчас это после обновления программного обеспечения становится просто Wi-Fi. В остальном, ну, понятно, что какие-то модели объявлены на End of Sale, здесь представлены на слайде все актуальные модели. Что касается виртуальных устройств, пока что, как и ранее, они доступны в производительности от 20 Мбит в секунду до 1 Гбит в секунду, но при этом планируется в середине года расширить эти производительности виртуальных машин до 5 Гбит в секунду. Следующее важное, наверное, объявление, которое так или иначе некоторые заказчики или партнеры ожидали от Citrix, это появление он-премис-оркестратора. Скажу небольшую вводную, как это все выглядело раньше и как это теперь выглядит сейчас. Если ранее было фактически две опции, как мы могли управлять нашей сетью, либо же это полностью он-премис-решение, когда у нас есть устройство, ну, и фактически этого было достаточно. Но если мы хотели использовать Zero-Touch Deployment для наших филиальных устройств, мы могли ставить еще SD-One Center как дополнительный компонент, через который происходил процесс этого Zero-Touch Deployment, это все происходило через интернет. Да, это, естественно, все, что используем шифрование, все эти данные, да, но тем не менее. Ряд заказчиков не приемлил наличие конфигурации где-то в облаке, да, а не у них на сайте. Либо же чисто облачный оркестратор. Наверное, основное отличие, какое здесь будет, это как конфигурации разливаются на устройство. То есть, если мы берем, ну, скажем так, старую он-премис архитектуру, когда у нас есть центральный узел, ряд филиалов, то конфигурация, изменившись на центральном узле, ну, который мы изменили, соответственно, будет разливаться по всем филиальным устройствам с него. Если мы конфигурацию изменили, например, на SD-WAN-центре, да, на управляющей машине опциональной, то она сначала заливала его на MCN, и потом MCN уже разливала эту конфигурацию на каждое устройство. В случае оркестратора облачного, ну, и не облачного тоже, картина меняется. Оркестратор взаимодействует с каждым устройством в отдельности. То есть, вот этот MCN, который раньше держал на себе менеджмент-плейн, представляет, в данном случае представляет из себя просто концентратор вот этих всех туннелей со всех удаленных устройств. А вся конфигурация происходит, ну, централизованно, как и раньше, ну, правда, например, в облачном оркестраторе, и этот оркестратор взаимодействует с каждым отдельно взятым устройством. Соответственно, и за счет этого намного упрощается тот же самый Zero-Touch Deployment процесс, да, поскольку там достаточно указать серийный номер и все. И, соответственно, данный функционал также появился в качестве полноценного он-премис-решения. То есть, это виртуальная машина, которую мы ставим у себя на сайте, где-то в центре обработки данных, на ESX, на Zen-сервере, на КВМе, да, ну, то есть на всех тех микроизорах, которые обычно используются. И далее вся конфигурация сети происходит на оркестраторе. Весь мониторинг сети происходит на оркестраторе. Оркестратор взаимодействует с каждым устройством в отдельности, как это делал облачно, так же это будет делать на землю. Мы спускаем вот этот весь функционал на землю. Что касается функциональности, тут есть следующий слайд, его прочитывать нет, он довольно очевидный на самом деле. Но стоит сказать, что, конечно же, большинство функций сначала будут появляться в облаке, потом они будут спускаться уже в on-premise оркестратор и потом, возможно, в систему без оркестрации. То есть по-прежнему остается возможность не так работать с устройствами. С точки зрения функционала на данный момент, то, ради чего его ждали очень сильно, да, это on-premise настройка Wi-Fi, the retouch deployment, он есть, он работает. С точки зрения лицензирования тоже очень интересный момент. Облачный оркестратор входит в подписку на устройство. То есть, как известно, наши устройства могут иметь как срочную модель подписочную, так и постоянную лицензию. Если мы рассматриваем подписку, то в подписку будет включен облачный оркестратор. Для постоянной лицензии, если мы хотим использовать облачный оркестратор, нам будет необходим дополнительный партномер, фактически, да, дополнительная позиция подписка на оркестратор. Если мы говорим про on-premise оркестратор, он включен как и в подписочную лицензию, так и в постоянную лицензию. То есть фактически для работы с D1-оркестратором вам достаточно иметь два устройства Citrix с D1 с лицензиями, и у вас уже есть в комплекте оркестратор. Здесь с точки зрения цены, ценообразования все довольно понятно. Он либо включен куда-то, либо бесплатен вообще. Как мы уже упоминали, основная цель, почему этот оркестратор довольно ожидаем, это, конечно же, Zero Touch Deployment, но без выхода в облако. В данном случае процесс может быть ограничен корпоративной сетью конкретного заказчика. Филиал, подключающийся через выделенное IPVPN, не требует для Zero Touch Deployment какого-то доступа в интернет или еще куда-то, а сможет быть напрямую сконфигурирован с помощью этого on-premise оркестратора, который просто зальет на него конфигурацию необходимую, или приготовленную заранее, или сделанную по шаблону на этот филиальный устройств. Еще из таких небольших нововведений, тем не менее, наверное, стоит указать, если мы говорим про 210-ю серию или 110-ю серию, то есть это устройство, которое содержит у себя на борту LTE-модем, либо же могут использовать сторонний USB-модем, могут использовать вот это мобильное соединение для Zero Touch Deployment. Но это, понятно, больше применимо, конечно же, для облачных подходов, когда у нас есть, во-первых, доступ к интернету, и мы нормально, лояльно к этому относимся. В недалеком будущем, на самом деле, в конце этого квартала обещается предоставление еще третьей возможности Zero Touch Deployment, когда облако будет использоваться как rendezvous point, некий, точка встречи. Оркестратор наш, он премис оркестратор, содержит на себе конфигурацию устройств, он знает про некий облачный аккаунт в облаке Citrix. Устройство, автоматически подключаясь к интернету, начинает рассылать запросы в облачный оркестратор. Получив этот запрос с серийным номером устройства, облако сообщит уже нашему он премис оркестратору, что айпишник, подключивший все устройства к таким-то серийным номером, такой-то, и самому устройству сообщит, что айпишник для подключения, для получения конфигурации такой-то. Ну, то есть, соответственно, укажет айпи адрес оркестратора, да. И дальше вся связь пойдет уже без использования каких-то облачных сервисов, да, то есть конфиг, опять же, никуда там не улетает, какие-то там за границу, да, или еще куда-то. И, соответственно, все это происходит практически локально. Что касается запов, то в RTH deployment есть три основных этапа. Проверка конфигурации, проверка целостности программного обеспечения, заливка этого конфигурации, лицензии, да, там, в зависимости от того, очередности, на каком этапе это происходит. И дальше активация, да, то есть понятно, что про какие-либо изменения, про добавление новых сайтов это необходимо сообщить каждому устройству к сети. То есть так это, в общем-то, и будет выглядеть. На этом теоретическая часть, на самом деле, закончена. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Если требуется расширенная безопасность и расширенная ван-оптимизация, таких устройств нет. Где можно купить SD-WAN 50 Wi-Fi? Смотрите, на самом деле здесь нет никаких отличий от всех остальных устройств сети. Та же самая сеть дистрибьюторов и та же самая сеть партнеров. Нужно понимать, это не совсем домашний роутер, который нужно ставить. У него есть сейчас режим Standalone, то есть без какого-то мастер-контроля ноды, без оркестратора, да, то есть чисто такой вот домашний муштизатор. Но все равно это интерпрайс решения. Тут мне еще коллеги подсказывают, что необходимо рассказать, что, в принципе, 110-е теперь может спокойно ввозиться на территорию Российской Федерации и стран СНГ. То есть получены все необходимые решения, документы, и, соответственно, все уже доступно этот заказ. Можно ли получить оборудование и на какой срок? На самом деле, конечно же, можно. Обычно демо-оборудование находится либо у наших дистрибьюторов, либо у партнеров. Необходимо определиться, ну, конечно, непосредственно с задачей, которая стоит перед вами, и далее выбрать партнера и проводить уже там тестирование на срок. Ну, я не могу сейчас говорить, да, это все индивидуально, ну, от 30 дней до 3 месяцев бывает эксцендент. На этом, наверное, все, коллеги. Спасибо за внимание. Всего доброго.